Сергей Савченко Сергей Савченко Сергей Савченко Немножко в другом ракурсе гаданий сегодня мы посмотрим как она пойдет но последняя программа которую мы с Сергеем провели была 31 декабря и речь шла о каких-то прогнозах или предсказаниях Сергей считает что вот в астрологии это прогнозы а Сергей говорит о том что Таро это прямое такое Гаданье Вы знаете, это хорошее слово прогноза, да? Второй прогноз. Красиво звучит, да? Снимает проблему гадания и не переводит ее в консультирование. Второй прогноз. Я делаю второй прогноз. Да. Я могу рассказать, почему вот для меня, я, собственно говоря, ну так сам немножко увлекаюсь всеми этими вещами, но как-то я слушал передачу на канадском телевидении Павла Глобы, и он говорил, ребята, вы просто не понимаете, о чем идет речь, это не гадание астрологии, это прогноз. Чем она отличается, допустим, от медицинского прогноза, да, или гадания? Вот человек пришел к доктору, доктор сделал ему анализы, и он прогнозирует его состояние. Он не говорит, больной вы умрете. Почему же не говорит? Это стопроцентная гарантия. Да, вы знаете, была такая история, когда Борису Ельцину сделали операцию в свое время, аорто-коронарного шунтирования, это называется по-английски bypass, и делал ему доктор Майкл Дебекки, специально выписали этого Майкла Дебекки, американского хирурга, ему в то время было уже довольно-таки много лет, 70, там, не знаю, за 70, но поскольку это был главным специалистом, тогда это только как бы начиналось, то, естественно, для Ельцина его выписали, и он ему сказал такую вещь, такую фразу, которую надо было бы разделить на две части. Он ему сказал, батенька, вы умрете, это так может сказать доктор, но дальше идет продолжение, то есть, конечно, пациент в шоке, вы умрете, но дальше идет, если вы будете продолжать такой вести образ жизни. Это меняет всю полностью картину. Так вот, есть такое понятие в Америке opinion, то есть, мнение. Человек получает диагноз, вот диагноз, который он получил, это уже, скажем, такое предсказание будем называть, а прогноз, это прогноз. Вы можете умереть, если будете вести такой образ жизни, неправильный, но вы можете жить, если вы измените свой образ жизни, это меняет полностью всю картину. Поэтому сегодня мы говорим, ну, как бы такое слово мне понравилось, прогноз, да, прогноз. Вы, в данном случае, специалист, вы делаете, будем говорить теперь уже прогноз, вы делаете прогноз на основании вопроса, который задаю я, или вопрошающий. Есть такое, current, который попрошает, да, по-английски. И смотрите, он перед вами сидит, вы ему говорите, вытащите, ну, несколько карт из колоды. Он вытаскивает, вы не участвуете в этом процессе никак, вытаскивание, я имею в виду карт, и, как раньше я считал и продолжаю считать, второе, это своего рода, ну, так сказать, медитация. То есть, в данном случае, если я вам задаю вопрос, и я нахожусь от вас на расстоянии, на скайпе, то вы вытягиваете карты сами, то есть, в этом случае элемент уже будет, как бы, ваш. То есть, вы, как специалист, можете полностью отрешиться от этого вопроса, вашего предпочтения. Не можете, не можете, но я должен это сделать, как специалист, да, я должен это сделать. Согласен. И это, как бы, идеальный вариант. Но вы находитесь, как и я, как и все мы, в человеческом теле. А человеческое тело диктует какие-то свои, все-таки, обязательства, что ли. То есть, если мы говорим о Америке, и в этот момент идет, вот, просто, как бы, зомбирование, то есть, идет пропаганда о том, что Америка это, вот, враг, ну, сейчас такое слышишь, вот, они постоянно плохие, а мы, вот, все такие хорошие и так далее. И наоборот, кстати. И вот, в какой-то степени это эффект, эффект, имеется в виду, влияет на возможность вашего выбора, то вы как-то, вот это я имею в виду. Это, на самом деле, да, это на самом деле проблема. То есть, я не могу быть эмоционально вовлечен в гадание. Если вы мне говорите, вот, Сережа, есть такое прекрасное дело, если ты нам погадаешь, и все получится, мы тебе даем, там, 5% от этого дела. Все, я уже не могу гадать. Почему? Я заинтересован. Мне нравится девушка, я заинтересован в том, чтобы погадать этой девушке, чтобы с ней, там, завязать отношения. Мне не нравится девушка, я хочу ей сказать самые гадкие гадости, которые только может быть. Вот, то есть, как только я эмоционально вовлекаюсь в гадание, как только я перестаю быть бесстрастным, ну, вот, стрелочка прибора, да, то есть, мне все равно, что показывать. Что шулят, я то и скажу. Хорошая карта, хорошая, плохая карта, плохая. Если только я хочу, чтобы был хорошо и плохо, все, это уже проблема. И эта часть моей работы отстранится от того, кому я гадаю и о чем я гадаю. У меня нет моральных оценок действий клиентов, которые ко мне приходят. Мне все равно. Это будет потом, вечером, когда я приду домой, буду обсуждать. Вот у меня сегодня был такой, там, с таким-то. Это ужас какой-то и все такое. Но, реально, это не может быть. Я не могу быть вовлеченном процессе. Я должен быть, как жрица, отстраненный, холодный, равнодушный. Мне реально плевать, что будет с вами. Умрете вы, выживете. Я не должен быть заинтересован ни в каком результате. Понятно. Вы знаете, существует некоторая статистика, достаточно интересная статистика людей, кто выигрывает в казино. Ну, по идее, по самой системе, так как это все запроектировано, house always win, или дом всегда выигрывает, дом – это имеется в виду казино, потому что шансы там просто изначально запроектированы. Но почему проигрывают все-таки люди? Это да, это одна причина. Но вы понимаете, как? Человек, который идет в казино, он потенциально боится проиграть. Ну, естественно, как он может идти, и он проигрывает 100 долларов, 200, 1000, смотря для кого сколько проиграть. То есть он, естественно, боится. И существует, ну, как бы, это тоже имеет свое название, закон притяжения, law of attraction. Человек получает то, чего он боится. И в данном случае он боится проиграть, и он проигрывает. Ну, такой закон. Так вот, по статистике, оказывается, в казино больше всего выигрывают, ну, я имею в виду те, которые не умеют, там, допустим, шустрить. Да, первое – шустрить, второе – они действительно, ну, вот, удача, и больше ничего. Гэмбл. Так вот, выигрывают пенсионеры, американские пенсионеры. Почему они выигрывают? Вы понимаете, они заработали себе уже пенсию. Они не боятся проиграть. Они не боятся проиграть. Они знают, они приезжают в Лас-Вегас или куда еще. Знаете, я перебью вас, Михаил, это вот идея, процесс и результат. Они приезжают не выиграть, а поиграть. Проявести хорошо время. Да, выиграл, прекрасно. Прииграл, да и хрен на него. Не жалко. Оно было запланировано. Совершенно верно. У них отведена определенная сумма на проигрыш. Они точно знают, вот это вот менталитет людей, которые, кстати, играют на бирже, то же самое. Они должны понимать, что у них есть какой-то ментальный стап или твердый какой-то, hard стап это называется, в бирже я имею в виду. Там, в казино, точно то же самое. Ты проигрываешь 100 долларов, ты уходишь из казино. Ты не пытаешься отыграться. Ты провел прекрасное время. Ты там сидишь. Не отыгрываешься и не похмеляешься. И там кормят. На самом деле, приехать в Лас-Вегас не стоит дорого, если ты берешь там пэкетч, это называется. Ты берешь гостиницу и берешь самолет. Почему? Потому что там все деньги, там все рассчитано на то, что человек придет в казино и спустит все свои деньги. Поэтому американские пенсионеры, они к этому таким образом относятся. И что самое интересное по статистике, они как раз выигрываются. Сергей, вы ответили на этот вопрос. Давайте мы перейдем непосредственно. У нас начался Новый год. Мы с вами встречались уже еще в 2015 году. В прошлом году. В прошлом году. Человек в конце дня должен подвести итоги своего рабочего дня. Подбить сальдо с бультом. Он должен лечь, закрыть или не закрывать глаза, но перед сном он должен просмотреть, так сказать, весь свой день. Ну, наверное, все-таки сделать план на следующий день. Так вот, в Новый год принято подводить итоги прошлого года. Давайте мы с вами подведем итоги прошлого года. Вы сами расскажете, как прошел у вас год в 2015. Какие были достижения, какие были победы и поражения, будем так говорить, в вашем деле. Ну, в вашей жизни таро, больше было плюсов, меньше было минусов, какой процент. И, короче говоря, вот реализации ваши. Конечно, поговорить о себе, это самое любимое занятие, которое только может быть. Начну с приятного. Поражений не было. Поражениями, я считаю, неудачно проведенные семинары, плохо написанные книги, плохо прошедшие какие-то встречи. Такого у меня не было. То есть, если в позапрошлом году один семинар у меня прошел не очень хорошо, и я расстраивался из-за этого, то в этом году у меня все семинары пришли на должном уровне. То есть, никакой проблемы нет. Но я думаю, что я сделал самое важное дело прошлого года, которое я сделал. Я вот думал, кстати, по поводу своих итогов. Мне пока трудно это сформулировать. Вот четко, чеканно. Я так люблю просто, чтобы были отточенные формулировки. У нас есть очень разное таро. Есть разное понимание таро. Есть разные подходы к таро. И когда начинаешь их анализировать, они все не структурированные. Вот есть таблица Менделеева. То есть, фундаментальная. Все, ты ее берешь, у тебя вся химия выстраивается. По крайней мере, неорганика. Органики там и не свои законы, но вся неорганика, вот она в этой таблице. Второго, этого нет. Нет системы описания карты. Нет системы понимания карты. Нет гадания. То есть, каждый вот что хочет, то и делает. Меня это бесит. Я не могу это видеть, не могу это терпеть. Я давно уже начал это делать. Я начал думать, как можно это все структурировать. Как это можно все упорядочить. Для меня это имеет большое значение, потому что я преподаю карты. Я должен дать человеку структуру. Если я вам скажу, эта карта значит то-то, это то-то. А мне спросите, а почему? По качану. Что ты задаешь дурацкий вопрос? Что тебе непонятно? Это не учеба. Это несерьезно. Вы должны понимать процесс. Вы должны понимать, как, откуда, что берется. И это была адская работа. У меня несколько лет я думал над этим. И у меня не складывалось. Не складывалось, не складывалось никак. Но в этом году у меня сложилось. Причем вот, если та же таблица Менделеева Дмитрию Ивановичу приснилась, у меня не приснилась. У меня вот шаг за шагом. Я сделал один шажок, второй шажок, третий шажок. А потом количество вот моих размышлений, количество времени, которое я потратил, оно перешло в качество решений. Решения начали складываться. Я увидел структуру, систему понимания карты. Это очень пафосно звучит. Я понимаю, что людей, которые об этом говорили, их очень много. И там вершины, такие величины, точнее, кровали, и лейты. И остальные товарищи могут, конечно, посмеяться над этим. Но я думаю, что я нашел эту систему, которая позволяет и понять карту, и выстроить систему ее и учебы, и понимания, и изучения. И она очень логична. Она очень структурна. Но вообще структурное мышление – это моя сильная фишка. Если интересно, я могу рассказать об этом? Ну, это очень интересно. Второе, наши с вами программы, они не просто, ну, скажем так, какое-то шоу. Шоу, элемент шоу должен быть, с моей точки зрения. Потому что, если, скажем так, еще раз, с моей точки зрения, то есть я говорю, объявляю о том, что, ну, в центре, допустим, имеет там довольно много людей, в нетворке, я объявляю о том, что у нас сегодня будет презентация на большом экране. И мы это, кстати, сделаем. У нас в планах это есть, и с вами в том числе. И будет выступать торолог Сергея Савченко. Ну, допустим, ну, вас знают, но, естественно, не все. Хотя бы нужно торолог вашего, скажем, дистрикта, района, города, страны. Это мы знаем, да, современности, может, но не все все-таки знают. И вот я говорю торолог. Для кого-то торолог звучит как-то вообще странно. Ну, во-первых, естественно, гадание. А гадалок у нас много, как мы знаем, и гадают, и угадывают, и не угадывают, и так далее. И люди относятся к этому негативно. Далее я говорю такой вопрос. Облекая это в ту форму, форму шоу. Давайте мы сейчас зададим вопросы специалисту, который вам на эти вопросы ответит. Вот у нас есть огромное количество вопросов. Вот у меня даже на скайпе сейчас есть вопрос. Но мы давайте немножко все-таки закончим с этим. Я подберемся к этому вопросу. Поэтому мне лично это интересно. Я полагаю так, что радиослушателям, те, кто знают вас и смотрят и слушают вас, это тоже должно быть интересно.